Реклама Подбирается такая цель, по которой рецептент, в принципе, не против. То есть рецепт, даже он столь согласится с этим, в принципе. Но загни, там, в троинском коне, в нём внутри вложена другая цель. Ой, какой автомат. Ну, там автомат. Проси, да, из каких там что-то там делали? У меня такая идея, что всё, что люди говорят, полезно. Интересно. Хороший кончик. Я думаю, что это самое интересное. Я думаю, что это не больно. Ну, не больно. Итак, мы сейчас, перед тем, как проведём практическое упражнение, то есть упражнение, может быть, попытаться провести то, что делают чёрные манипуляторы, а ваши колени будут идентифицировать. То, что вам будет необходимо, я дам вам один тезис, и вы должны будете этот тезис скрыть другим тезисом, ложным тезисом. И чтобы ваш рецептент сделал то, что вы хотите. Вы прямо ему проговариваете. Но для того, чтобы это сделать, я прошу вас следующее. Давайте, у кого есть предположения, как придумать ложный тезис? Как придумать, какие у него должны быть критерии ложного тезиса? Да. Как в каких ситуациях с истинным тезисом? Тезисом должно быть точкой пересечения с основным тезисом. То есть, хотя бы как-то наникать. Или хотя бы из этой же сферы, среды, времени, он должен быть. Потому что, если он вообще будет очень далеко, связаться не будет за этим составом? Между основным тезисом и ложным тезисом? Хорошо. Нужно быть ценность. Ценность. Еще. Хотя... Почему я так меняю? Я вижу большую ценность следить к ценностям людей. Если вы идентифицировали ценность человека, например, с ним сразу общаться. Вы исходите из его ценностей, приходите на его вопрос. И почему у меня была такая реакция на это? Вроде бы очень сложная. То есть, действительно сложно идентифицировать ценность конкретного человека. Но потом я подумал, есть же какие общие ценности? Например, можно привести какие-то ценности. Какие ценности будут не всеобщие? Скорее всего, у всех лиц у всех случаев. А давайте за общий токус. Можете найти общий токус и здесь увидите. Что это у них всех ценностей? Можно? Да. Можно? Знания. Знания. Давайте проверим. Посмотрите, пожалуйста, руку для кого ценны знания. Есть. Еще у кого есть? Здоровье. Здоровье. Так. Давайте проверим. Поднимите, пожалуйста, руку для кого является ценность здоровья. Я просто для молодежи думал. Я в свое время в Ваши годы, это здоровье, это здоровье, это здоровье. Пожалуйста, еще. Здоровье на счет есть. Поднимите руки для кого ценны деньги. Так, честно. Не факт. Посмотрите, пожалуйста, потому что это не факт. Поднимите руки для кого ценны деньги. Вы знаете, если для Вас не ценны деньги, Вы не только что-то, но у Вас надо... У Вас поколище есть поколище. Поднимите руки для кого-то, что это когда нет ценности денег. Да не, я просто черный риторику включил. Давайте еще раз двадцатую, которая с Вас. Сейчас мы выберем. Здесь аудитория какая, а здесь ценности нет. Потому что Дмитрий все-таки, он расширил токус. Да? Он сделан более жиром. Идея такая. Надо же их хорошо разрешать. Им надо это и выдержать. То есть, знания все-таки это будет аудитория. То есть, для кого знания неценны, и они не стоят. Можно предположить, куда все-таки идти? Нет, зацеплять, я не думаю. Получилось слово. Выявлять манипуляцию. Начице, объявлять манипуляцию. То есть, это вообще ценность? Ну, это умственно уже. Идентификация. Идентификация манипуляции. Направленных. Отлично. То есть цена защиты, защита от манипуляции, какая играть, то есть оградить себя от манипуляции, а то угрозу не играть, какая цена? Охрана защиты. Итак, спасибо. Итак, у нас есть, они должны пересекаться. Ложная цель должна быть цена. Пожалуйста, у кого есть еще? Критерии. Критерии, как выявить ценности, ложные подступки? Какие должны быть критерии? Должен быть истинно. А мы сейчас критерии ложной цели. По каким критериям должна отвечать ложная цель, чтобы она за собой заслонялась? По какому критерию? В смысле, что есть? Как сделать так, чтобы ложная могла загораживать истину? Ну, как, знаете, манипуляторы, конкурсы, и как они делают, что... Какое-то внимание. Ну, мы можем, можем, должны работать, ну, в данном случае, это одна из техник, мы не говорят, про отключение. Мы работаем с ложным тезисом. Какие должны быть свойства ложного тезиса, чтобы он отвлек внимание на себя? Может, здесь куда идут? Может, в данном случае ценности, она должна быть вредна? Не должна быть вредна. Ну, в данном случае, в данном случае, не вредна, не подойдутся же оттуда. Какое-то, может быть, не делает, все равно не вредна. То есть, не вредна? А может ли? Не вредна. И без гни. Не знаю. Погадаю. А где-то? Ну, это ценность такая. Ну, надо пересекать себя. Давайте себя пересекать. Ну, потому что это два разных слова. Ну, они схожи. В чем они? Я не согласен. Просто я к другому делаю. Но чем они отличаются? В ценности и полезности? Да. В полезность, в моем понимании, может отнести в ценности. Куда же можно отнести в любое интеллект? Все в ценности. Ценность – широкое понятие. А полезность – это… Полезность – это тоже в ценности. Ценность – это продукт и тем, что он полезен для него в голове. Это не в ценности. Поэтому я и говорю в каташке, он не должен его идти там. Например, целость эстетика, но пользы от ней никакой. То есть, ну, красота, да? Польза в этом паре в какой-то природе нет. А польза – это когда что-то уже предвижено материально, но это какой-то партицией. Музыка. Время – это время. Помdin, мы выбираем её. Пользова в этом этом паре. По-другому. По-другому. У shirt наказания. Да. И это то, что он не смеет. Ух-мут. Продолжение следует...